Обычное полотняное переплетение. У меня, например, есть такое правило, когда положение бердо у нас внизу, да, зеф открыто, то я завожу челнок обязательно вот слева направо. Мне это для чего нужно? Ну, чтобы в любой момент до автоматизма уже дошло, да, и как только бердо внизу, я уже понимаю, что отсюда надо чего много заводить. Сразу тут кончик спрячем, сейчас. Ну, вот когда такое вот узкое будет у нас, поясное ткачество можно назвать, да, здесь бердо сильно не придвинешь даже нити, приходится использовать такую вот штуку, которая называется расческа, которой пользуется каждая ткачиха практически. Но сейчас вот все равно мы будем просто как бы основу прерабатывать, да, и пока у нас, у меня тут особой ровности-то нет, то есть мне надо понять, какая будет ширина, да. То есть бердо поменяли, и когда положение верхнее, то заводим уже челнок с другой стороны, то есть справа налево. Главное теперь соткать не сильно толстый пояс. Опять бердо меняется, здесь у нас получается смена бердо, вот это вот основное действие на станке. 9000 плин. Сейчас берем вверх и вверх. Да, вверх и фаргızет не делаем. Какой повели, что х iei, что это нормально получается с ним, чтобы Теперь задача у нас такая, чтобы край держался ровным, и наш кольцо был одинаковой ширины по всей линии. А как будет с того, чтобы краду ровно? Навык, в первую очередь, конечно. Обычно я себе замечаю ширину какую-то, и вот, например, рисунок уже даже видно, вот такие полосочки получаются продольные. В общем-то, процесс простой, само качество, а главное, в общем-то, как мы заправку сделали. Ну, это вот обычное полотняное переплетение, и рисунок у нас получается именно из-за того, что мы заправляли нити через одну, да? То есть вот в одну прорезь заправляли красные, в другую черные, и так они у нас чередуются. Вот. А переплетение, вот оно вот, нужно посмотреть, что это вот обычное полотняное переплетение. Плотное полотно, узкое, да, у нас именно за счет того, что мы нити основы стягиваем все время. То есть мы не ткем, как обычно бывает, да, а вот стягиваем. Ну, это вот у нас должна лента получиться или пояс. Это уже вот как бы по желанию того, что мы хотим сделать. Вот, поэтому так и ткем. А если бы мы вот эти нити подвязали вот прямо? Угу. Если бы мы подвязали нити именно по ширине заправки, да? Ну, можно, наверное, сейчас показать будет. Мы вот это вот обычно используем для того, чтобы разбить полотно. Иногда на одной основе ткешь, допустим, два-три полотна. А вот это сейчас мы будем использовать именно для того, чтобы у нас основа расширилась, что называется, да? Ну, если сейчас вот мы посмотрим, да, то основа пошире у нас. Вот так, как она была бы, если бы мы натягивали сразу широко. Не такое узкое полотно, а вот именно широкое. И вот мы точно так же берем и начинаем работать челноком. Полотно у нас получается теперь менее плотное, да? Но, так скажем, совсем иной рисунок. Тут уже будет проглядываться, да? И если еще добавить, например, черную нить, то мы вообще получим гусиной лапки. Рисунок, это вот там крупный мы с вами смотрели, да? А мелкий будет вот из хлопковых нитей, вот такой. Ну, мы ткем просто, только красной нитью, не меняем уток. А что значит добавить вместо красной? Да, вместо красной добавляем вторую нить утка. Ну, одна идет у нас в два ряда одна, два ряда другая. И получается узор гусиной лапки. Здесь вот, когда такое идет качество у нас на широкое полотно, да? Нам важно, чтобы у нас был ровный край. А достигается обычно это чем? Горкой. То есть мы выкладываем нить не вплотную к полотну, да? А мы немножко, так скажем, ее делаем такой вот горочкой округлой. И если расстояние отсюда до верхней ниточки, до этой горочки одинаковое, то у нас игра идет рукой. Если она каждый раз одинаковая, ну, рука уже все поняла, как это делать. И, кстати, ткать тогда можно тоже, что называется, на ощупь слепому практически. То есть не вымерять там ничего, здесь вот не придерживаешь. Просто вот оно. Полотно идет одинаково по ширине. А так обычно имеет обыкновение, особенно вот в самом начале, когда только все это пробуешь, оно вот как-то стягивается. Вот сюда бывает. Полотно вот такое красивое все равно получается, да? Чтобы у нас вот такой рисунок получился, мы заправляем в каждую прорезь ниточку красную и черную. То есть вот туда-обратно получилось, да? А затем мы продергиваем, получается у нас две нити красных рядом, две нити черных рядом. Одна из них в прорези, другая в дырочке или в глазке. И тут точно так же. И вот так вот все это запрали. Вот получился вот такой рисунок. Ну, для начала я не рекомендую это все делать. Это вот просто наше тут желание. Изначально, когда начинаете ткать, делайте все по максимуму просто. Одного цвета заправляйте все нити и тките. Спасибо. 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 Спасибо.